В Чистых прудах пройдет субботник Победы. Его проведут местные жители накануне 9 мая. Информация об акции появилась накануне в одноименной группе социальной сети ВКонтакте. Ее участники приберут дворы и общую территорию района, затем на берегу реки Мостовицы посадят несколько деревьев в так называемый Сад Победы. О других новостях города и области расскажем в коротком видеообзоре. Кировской области выделили 2 миллиона рублей на образование детей и инвалидов. Распоряжение на днях было одобрено и подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым. Согласно документу, всего между 82 субъектами страны распределили 3 миллиарда. Отмечается, что средства были выделены в рамках государственной программы «Доступная среда». Основным критерием отбора для получения субсидий стало наличие утвержденной региональной программы, которая предполагает создание инклюзивных образовательных центров в области. Почти 50 километров газопровода готовят к сдаче. В Слободском районе заканчивается строительство распределительных газопроводов. На их монтаж потратили больше 80 миллионов рублей. Уже летом 2015 года в деревню Стулово, село Никульчино и другие мелкие населенные пункты Слободского района планируют подать газ. Осталось 5 дней, чтобы подать заявку. До 20 апреля все желающие могут подать документы для участия в областном конкурсе «Предприниматель года». Конкурс пройдет в рамках регионального форума «Предпринимательство на Вятке-2015». Победители наградят дипломами правительства области ценными подарками, а также они смогут получить кредит на льготных условиях. Прием документов происходит по адресу город Киров, улица Карла Ликмехта, 69, кабинет 231.